Девушки отдыхают Вот смотрите, свет у нас здесь редко горит, то есть пока сами лампочку не вкрутим. Итоги вокального конкурса «Иду, пою» подведены. Кто стал победителем? В первую очередь это розы, это развитие. Это информационный канал «Город» в студии Антон Киселенко. Здравствуйте. С сегодняшнего дня будет частично перекрыто движение на улице Малахова. В районе Ашана продолжается строительство Третьего кольца. О том, как продвигаются работы, расскажет Алексей Янкин. Свежий асфальт у торгового центра на Власихинской обнадеживает водителей. Первое полукольцо, кажется, готово взять на себя транзит машин. А вот со вторым, там, где проходят трамвайные рельсы, еще придется повозиться. Но рабочие уверяют, до конца года управятся. В этом году планируется полностью отдать кольцо в нижнем слое покрытия. Ну, а остальные виды работ, то есть это установка бордюров, тротуары, это все планируется на следующий год. То есть в следующем году стопроцентная сдача объекта. Из-за работ на верхнем полукольце Третьего Малаховского здесь с сегодняшнего дня перекроют улицу примерно на месяц. Участок пути от северного Власихинского проезда до Власихинской, а также по другой стороне от Власихинской до проезда к зданию номер 181 на Малахово, будет недоступен для автомобилистов. А тем временем на объездной работы подходят к завершению. Подъезды к мосту и одна сторона проезжей части путепровода уже выполнены на 100%, заверил нас сегодня подрядчик. Собственно, по ним автомобилисты уже активно передвигаются. А вот на второй стороне рабочие только укладывают гидроизоляцию. На сегодняшний день выполнено где-то на 80% работы уже выполнено. В принципе, по времени осталось, я думаю, в течение двух недель мы это сделаем. Нам осталось сделать устройство защитного слоя бетона, положить верхний слой покрытия и покрасить подмостовое пространство. Ну, и установить ограждение перила. Подрядчик посетовал на погоду. Из-за дождей рабочие потеряли недели две. Но, несмотря на это, объект все же надеются сдать вовремя по контракту до 1 октября. Тогда же будет открытое движение по мосту, который, напомним, будет четырехполосным шириной 16 метров. Реконструкция этого участка, шоссе «Ленточный бор», надеются в мэрии, позволит значительно разгрузить поток и снизить количество заторов на объездной. Алексей Янкин, Андрей Печоркин, информационный канал «Город». Следственный комитет выясняет причины возгорания в Барнаульском частном доме, где погибли два пенсионера. Накануне вечером в Октябрьском районе при тушении пожара были обнаружены тела 85-летней хозяйки дома и ее 71-летнего соседа. Предварительно установлено, что в доме, где проживала пожилая женщина с семьей, произошло возгорание. Хозяйка из-за сильного задымления не смогла выбраться самостоятельно из помещения. Сосед попытался спасти женщину, однако сам отравился продуктами горения. Сейчас следователи проводят доследственную проверку и выясняют причины происшествия. В Барнауле разыскивают мужчину, который пытался совратить малолетних девочек. По данным правоохранителя и злоумышленнику на вид от 34 до 37 лет, рост около 170 сантиметров, худощавого телосложения, волосы русые, на голове залысины. Мужчина попал в объектив камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, что во дворе многоэтажного дома он присмотрел трех девочек и, когда они зашли в подъезд, проследовал за ними. И в лифте стал просить детей показать ему некоторые части тела. Получив отказ, скрылся. Подобные действия могут квалифицироваться как преступления против половой неприкосновенности, которые наказываются серьезными сроками лишения свободы. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело. Однако все чаще подобные преступления совершаются не в реальной жизни, а в виртуальной. Сексуально озабоченные люди, в основном мужчины, находят объекты своих желаний в интернете и вступают с ними в переписку. Причем их редко интересует возраст жертвы. Как уберечь детей от виртуальных педофилов, узнала Галина Юмашева. Правоохранители говорят, в век современных технологий в интернет ушли практически все виды преступлений, кроме убийства. Во всемирной паутине особенно популярны мошенничество, торговля наркотиками и покушение на половую неприкосновенность. Барнаульца Алексея три года назад в социальной сети пытался соблазнить педофил. Тогда парню было 15. Сначала в переписке, а потом в телефонных разговорах мужчина предлагал мальчику вступить с ним в сексуальный контакт. Ты хочешь, чтобы у тебя парень был, который для тебя был рабом, чтобы для тебя все делал? Да. Видишь, как бы ты не совершеннолетний, чтобы об этом вообще никто не знал? Да нет, я это понимаю, конечно. Я вообще не хочу, чтобы об этом кто-то знал. Правда, на самом деле Алексей не собирался хранить в тайне такие разговоры, равно как и вступать в отношения с извращенцем. Парень был подсадной уткой в существовавшей тогда группе по отлову педофилов. Я хотел, чтобы не было таких людей. Вот у меня, допустим, девушка на тот момент была. Вот мне, допустим, страшно, если она будет ходить одна по улице и какой-нибудь дурачок пристанет. Все записи разговоров и скриншоты переписки молодой человек отнес в полицию. Делом занялся следственный комитет. И в итоге педофила осудили. Взрослым необходимо довести до детей, что если в сети интернет кто-то домогается до них, совращает их, то им необходимо сообщить об этом взрослым. А взрослые, соответственно, в свою очередь сообщают об этом в полицию. Но бывает и так, что дети, которые не получают должного внимания со стороны взрослых, сами охотно идут на контакт с педофилами. Например, 10-летняя девочка Маша из Барнаула без проблем соглашалась отправлять фотографии эротического содержания мужчинам в разные уголки страны в обмен на условные единицы, используемые в социальной сети в качестве оплаты в играх. За 7 месяцев текущего года в производстве следователей Краевого следственного комитета находилось 77 уголовных дел по статье «Разратные действия», львиная доля которых совершена в интернете. Подобные преступления нарушают нравственное здоровье детей и наносят вред психическому состоянию. Уберечь детей поможет постоянный контроль их контактов в сети. Многие извращенцы, заводя переписку с детьми, думают, что они могут остаться безнаказанными, ведь прямого контакта не было. Но большинство сексуальных диалогов в интернете попадают под статью уголовного кодекса «Совершение развратных действий». Совершение развратных действий заключается в введении бесед, непристойных бесед на сексуальные темы, демонстрация паранографических фильмов с лицами, не достигшими 16 лет, склонение к совершению определенных действий сексуального характера, демонстрации половых органов, фото- и видеофиксации данных действий. По статистике в нашей стране количество сексуальных преступлений против детей с каждым годом растет, и большинство из них совершаются именно в интернете. Поэтому взрослым стоит быть крайне внимательными к поведению и настроению своих детей и не стесняться обращаться к правоохранителям. Они подскажут, что делать, чтобы поймать преступника и помочь ребенку обрести психологическое равновесие, если общение с педофилом не прошло бесследно. Галина Юмашева, Павел Лауранин, Алексей Фризин, информационный канал «Город». Продолжим выпуск. К Алтайскому коммерческому банку грозит лишение лицензии из-за финансовой несостоятельности. Это следует из материалов арбитражного суда, в которых Алтай Бизнес Банк пытается оспорить действия Центробанка. Регулятор отнес коммерческий банк категории организаций, находящихся на грани банкротства. Известно, что Алтайское отделение Сибирского управления Центробанка России еще в феврале этого года провело в Алтай Бизнес Банке проверку. По ее итогам выяснилось, коммерческая организация испытывает серьезные финансовые проблемы. Так, ее уставной капитал составляет порядка 250 миллионов рублей, что ниже допустимого порога. К тому же регулятор обратил внимание на выдачу крайне рискованных кредитов. Их общая сумма – несколько десятков миллионов рублей. Центральный банк России выносил порядка 10 предписаний, чтобы Алтай Бизнес Банк обеспечил уставной капитал и увеличил доходность. Но этого, возможно, не случилось. В итоге регулятор понизил Алтай Бизнес Банку квалификационную группу с третьей сразу до пятой, последней. Такую, согласно нормативам Центробанка, присваивают организациям, которые находятся на грани банкротства и лишения лицензии. Решение коммерческий банк пытается оспорить, но арбитражный суд на стороне регулятора. Отметим, ни Центробанк, ни Алтай Бизнес Банк не комментирует процессы текущего состояния дел. Однако наши источники среди мелких акционеров, клиентов кредитной организации, а также в банковской сфере, подтверждают проблемы Алтай Бизнес Банка. Председателем правления его является Михаил Петров. С ним сейчас судятся другие акционеры, в том числе и крупные. Среди них известный алтайский бизнесмен Александр Терновой. Он же является председателем Совета директоров. Отметим также, что общая сумма вкладов населения в Алтай Бизнес Банке составляет порядка 400 миллионов рублей. Банк является участником системы страхования вкладов. Елена Макаренко, информационный канал «Город». К другим темам. Барнаульские врачи-гастроэнтерологи бьют тревогу. Все чаще к ним на прием приходят дети с расстройством желудка. Позже выясняется, что проблема не в питании и не в вирусной инфекции. Всему виной нервная анорексия. Дети отказываются от еды, следуя сомнительным тенденциям моды. Как уберечь ребенка от вредной привычки не есть, расскажет Яна Аксенова. Нервная анорексия. Такой диагноз Полине из Барнаула врачи поставили уже в 10 лет. Сейчас девушке 21. Причина – частые стрессы, смена школ и проблемы в семье. Похудеть специально Полина не старалась, чего нельзя сказать о ее младшей сестре. В свои 12 лет ребенок панически боится набрать вес. При росте метр шестьдесят она весит 28 килограммов. Приходишь с простудой, говорят, у вас дефицит массы, кушайте больше. Просто-напросто. Потому что обещают проблемы и с сердцем, и с вегетососудистой системой. Она говорит, я вот это не хочу, я это не ем, мне животных жалко. Смотрит на Инстаграм, говорит, девочки там подписаны еще на пабликах ВКонтакте, которые 40 килограмм анорексия. То есть те, которые пропагандируют то, что нужно быть худой. Очень она не хочет поправиться. Я ненавижу свое тело, это омерзительно. Такими постами пестрит Инстаграм. Девочки-подростки подробно рассказывают о своем самочувствии, сидя на шоколадной или питьевой диетах. О том, сколько приняли таблеток для очищения организма, когда упали в обморок и как переносят булимию. Эти аккаунты никто не блокирует. У их хозяев несколько тысяч подписчиков. Психиатры говорят, в месяц с расстройством пищевого поведения к ним обращаются 2-3 подростка. Отказ от приема пищи – это, можно сказать, одно из смертельных заболеваний в психиатрии. Это проблема нашего современного общества. То есть это происходит все в результате общения, той или иной формы общения. То есть неважно, это общение на уровне межличностного взаимоотношения между ребятишками разных возрастов, либо это общение внутри социальных сетей, где дети заинтересованы одной из таких форм саморазрушающего поведения, как отказ от приема пищи. В России с 350 женщин одна больна анорексией. В Европе каждая сотая. Возраст большинства больных от 12 до 24 лет. Кстати, четверть участниц детских конкурсов красоты начинают страдать ранней анорексией. Бывают случаи, что родители и вовсе не знают, что их дочь не ест. Она берет тарелку и уходит в другую комнату. И возникает вопрос, а ест ли это она в другой комнате? А не выкидывает ли она это? А не прячет ли она порцию? Мама не знает. Потом мы ее раскрутили, что она не ест. У нее при росте 170 сантиметров масса 48 килограмм. И она считает, что она толстая, ей надо похудеть до 40 килограмм. Похудение в подростковом возрасте чревато проблемами со всеми функциями организма, говорят специалисты. Ухудшается мозговая деятельность в целом, иммунитет, появляются заболевания репродуктивной системы. У героини нашего сюжета Полины нервная анорексия прекратилась по мере взросления. По мнению девушки, ей удалось помочь, потому что она вовремя обратилась к врачу. Яна Аксенова, Алексей Фризин, информационный канал «Город». Недоделка года. На это звание, по мнению жителей многоквартирного дома краевой столицы, претендует их подъезд. Долгое время там не было ремонта. Когда же он начался, радоваться пришлось недолго. Почему, знает Кирилл Политов об этой истории, не только в рубрике «Коммунальный патруль». Вот смотрите, свет у нас здесь редко горит, то есть пока сами лампочку не вкрутим, вся проводка, все висит. Казалось бы, таких подъездов в городе тысячи, домочадцы уверяют, их особенный. За ремонт уплачено, а действий как бы никаких. 98 или 99 тысяч. Вот, все обшарпано. По мнению жителей вот этой многоэтажки, на дверях впору было вешать табличку. Особым впечатлительным вход воспрещен. Анастасия выяснила, ремонт здесь не проводили более 10 лет. Штукатурка отлетала вместе с краской. Наступил тот самый долгожданный момент. Вот только спасибо мастерам, хотят сказать, далеко не все домочадцы. Обещали побелить на второй раз, но, как видите, вот, это законченная работа. Все. А красить, холода скоро наступит, нужно уже как бы начинать это делать, иначе потом краска отлупится. Никто ничего не хочет делать. Возвученный срок, уверяет Анастасия, сотрудники фирмы ДЭС-1 явно не уложились. Ремонт начался еще в мае, работа закипела. Спустя пару месяцев процесс неожиданно для всех остановился. Зодчих никто здесь больше так и не видел. Говорят, за время ремонта сменилось три бригады. Вот только в их компетентности пришлось усомниться. Изначально у нас работали два мужчины, отработали они где-то около недели и пропали. Потом у нас опять где-то с полмесяца ремонта вообще никакого не было, никого не видно было. Потом начали ремонт делать две очень старенькие бабушки. То есть они даже на стремянку залезть не могли, им тяжело было. Ну, выпившие они были. И как бы они тут матерились на нас, что типа, зачем вашему подъезду вообще ремонт нужен. И вот третья бригада осталась, какая-то женщина, ну и ту ветром сдула. Такая услуга от компании ДС-1 нарушает федеральный закон о защите прав потребителей, говорит юрист, наш эксперт Артем Чаузов. Теперь домочадцы вправе требовать завершения капитального ремонта в установленной законом сроке. Собственники помещения многоквартирного дома имеют право обратиться письменно в свою управляющую компанию и на основании закона о защите прав потребителей установить двухнедельный срок для восстановления всех работ. Если управляющая компания в двухнедельный срок не проведет все работы, то собственники помещения имеют право провести общее домовое собрание, отказаться от услуг данной управляющей компании. Привлечь внимание на этот раз других мастеров дорожных пытаются жители спального района города. Сами смотрите, что тут творится. Здесь не только что может кто-то провалиться, упасть, так и на машине кто-то проедет. Не заметят заграждения, практически все валяются, ничего не видно. Вместо парковки одна большая яма. Такая ловушка подстерегает водителей в районе здания с номером 57 на улице Лазурной. Все, на что хватило изобретательности мастеров, вот эти шлагбаумы и красные ленты. Только такая конструкция со временем тоже оказалась частично разрушена. Подобную картину Вадим вместе с другими автолюбителями наблюдает с весны. Из-за приличной по ширине ямы уменьшилась ширина проезжей части. Вечерние часы, уверяет Вадим, так и вовсе можно не заметить траншею. Благо, пока туда никто не провалился. Скоро выпадет снег, говорит автолюбитель, так что шанс уйти под землю только увеличится. Упасть, потерять сознание, очнуться в гипсе уже рискует пешеход. Дорожка в паре метрах от места провала. Но в данном случае расстояние не помеха для ЧП. Я думаю, что, наверное, не могут крайнего найти, кто-то, кто заасфальтировал. И теперь, либо, может быть, вот эти строители, может, дорожники, наверное, решают, кто должен восстановить этот участок дороги. При поиске ответа на этот вопрос наш другой эксперт-юрист Дмитрий Лебедь советует воспользоваться единым алгоритмом действий. Прежде всего, жителям необходимо определить, кому именно принадлежит данная территория. Если это предновая территория дома, то управляющая компания ответственна за содержание таковой. И писать заявление, естественно, надо туда. Если же это муниципальная собственность, то необходимо обратиться в администрацию города Барнаула. В случае бездействия должностных лиц обратиться в прокуратуру. По-прежнему принимаем звонки по номеру в Барнауле 722-301. Звоните на случай, если вы стали свидетелем бездействия коммунальных служб или у вас есть история для новой серии нашей программы. Кирилл Политов, Алексей Фризин, информационный канал «Город». Они вышли на большую сцену. Участники вокального конкурса «Иду пою» сошлись в финальном бою. За выступлениями вместе с жюри наблюдала и наша съемочная группа. Их было более 20, но до финала дотянули не все. После кастинга в вокальном конкурсе жюри оставило 14 человек. На первом прослушивании ребята исполняли по две песни. На итоговом выступлении прозвучала одна из них. Участники постарались максимально продемонстрировать свои вокальные данные. В пятом по счету конкурсе участвовали все желающие любители и профессионалы. Кстати, в большинстве своем выступали опытные вокалисты. На протяжении всего финала шло зрительское голосование. Вы с цветами наверняка не случайно. За кого пришли болеть? Я пришла болеть за свою дочь Елунина Валерия под номером 5. За кого-то конкретно пришли болеть? Да, Светлана Решевских. Юрист совещалась недолго. Практически единогласно они определили победителя. Первое место в конкурсе «Иду пою» досталось Светлане Решевских. Девушка призналась, что для нее участие в проекте стало своего рода уроком и проверкой профессионализма. В первую очередь это рост, это развитие, это преодоление какого-то волнения. Коллективная песня поставила точку этому конкурсу. Уже известно, что скоро организаторы объявят новый кастинг. Елена Кузовкина, Николай Шилко, информационный канал «Город». Имена каких известных людей могли бы получить новые улицы краевой столицы? Илья Кочетков решил продолжить рассказ о выдающихся личностях, чьи имена, как многие считают, могли бы быть увековечены. Сегодня о людях науки. Михаил Хаустов – известный фотолетописец повседневной жизни краевой столицы. Краеведом он себя не считает, но уверен, многие имена выдающихся людей незаслуженно забыты. Первый из тех, в честь кого он бы предложил назвать улицу – Владимир Анзимиров. Родившийся в Барнауле в середине 19 века, он с молодых ногтей показал себя талантливым публицистом-переводчиком. Выучился в горном училище. Там, где нынешние корпуса сельхозинститута, а университета надо добавить, вот-вот кому бы знать имя Анзимирова, он впервые создал всероссийскую промышленность фосфорных удобрений, туков называемых. Сделал он это, правда, уже уехав с Алтая. Михаил называет Анзимирова прогрессором. Удобрения принесли тому баснословные богатства – около 2 миллиардов долларов по сегодняшним деньгам. При этом человеком он оставался довольно скромным, излишки тратил, к примеру, на культуру. Он субсидировал издания большинства российских поэтов. Тихой сапой, не афишируя, давал деньги практически под всех поэтов, издателей серебряного века. Любопытный факт. Ему принадлежала одна из популярнейших газет своего времени – «Копейка». Советская власть к миллиардеру отнеслась по-доброму. Тем более, что он увлекся созданием краеведческих музеев, первым из которых стал Новосибирский. В 1921 году организовал экспедицию в Горный Алтай. Последний раз, посетив родину, он удалился в сторону Белухи и исчез. Что с ним случилось, не знает никто до сих пор. В Барнауле все, что теперь напоминает об этом человеке – горноучилище на Демидовской площади. Просто в качестве заметок на полях. Мы прекрасно знаем эту площадь как Демидовскую. Но далеко не все сегодня знают, что изначально эта площадь называлась иначе – Демидовская. Занимала она не это пространство, а продолжалась туда, где сейчас площадь Спартака. Потому что не было изначально трамвайных путей. И здесь же несколько лет преподавал Василий Петров. Эти простые имя и фамилия мало что говорят обывателю. А вот физики должны знать. В Барнауле ученый усовершенствовал местное техническое образование, введя дополнительные практические занятия. Но главное с ним произошло вскоре после отъезда отсюда. Он впервые в истории получил электрическую дугу. Это было больше двухсот лет назад. Мы ее видим на сварке, например. Все видят применение. Раньше, в годах, так скажем, во все советские годы, все киноаппараты, во всех сельских клубах – это уголек с другим угольком опускался и давал мощнейший свет. Это и есть электрическая дуга Василия Петрова. Увы, как это часто бывало, в России на изобретение мало кто обратил внимание. Сто с лишним лет спустя подобную судьбу разделил еще один изобретатель – Юрий Кондратюк, урожденный Александр Шаргей. Он поменял имя из-за революционных злоключений. Надо сказать, что его именем уже названы улицы Групцовские и Камни-на-Аби. Но лично я уверен, человек настолько космического масштаба достоин того, чтобы его помнили и у нас. В 1927 году, приехав в Камень-на-Аби, он спроектировал и построил уникальное зернохранилище на 13 тысяч тонн. За размеры строение прозвали «Мастодонт». Построено оно было без единого гвоздя. И как ни странно, именно это ноу-хау стало главным обвинением вскоре в адрес Кондратюка. Некое высокое начальство решило, что такое зернохранилище обязательно развалится. Ну, ни одного же гвоздя нет. Его осудили на три года лагерей. Зернохранилище, между тем, простояло еще добрые 60 лет. За год до ареста он успел выпустить в Новосибирске книжку «Завоевание межпланетных пространств». В ней он предложил смелые на тот момент и очевидные сейчас методы и технологии покорения космоса. Четырехступенчатая ракета, использование гравитации планет для маневров солнечной батареи, но главное – рассчитал оптимальную траекторию полета на Луну, высадки и возвращения. Много лет спустя американцы использовали именно эти расчеты для программы «Аполлон». Увы, сам он до триумфа не дожил, пропал без вести в первые месяцы Великой Отечественной войны. Кто-то скажет, вот все эти люди проявили себя далеко от краевой столицы, стоит ли тратить на них название новых улиц нашего города. Но давайте посмотрим с другой стороны. Благодаря в том числе этим людям, Барнаул стал частью мировой истории. Илья Кочетков, Александр Антропов, информационный канал «Город». Сегодня в 20.00 на ТНТ в новой серии Ольги. После очередной перепалки Аня заявляет, что сама будет воспитывать дочь. Она не нуждается в советах матери. Юрген старается извлечь максимум из должности сотрудника ЖЭУ и вернуться в семью с подарочком. Ну а в 21.00 не пропустите ТНТ-комедию «Восемь новых свиданий». И о погоде. Завтра в Барнауле ночью ясно. Еда плюс 10. Днем дождь и лишь 12 тепла. На сегодня это все. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова